Добрый день, друзья! Сегодня я вам хочу рассказать о таком замечательном мини ПК Cinova Mini PC 2. Почему он мини ПК? Потому что он совсем маленький, бесшумный и в нем работает полноценная Windows 10. Итак, параметры его какие? 4 гигабайта оперативной памяти и 64 гигабайта встроенной памяти. В комплектацию его входит сам мини ПК, блок питания, кабель HDMI и все. Давайте взглянем на него повнимательнее. С этой стороны идет microSD, USB 3.0, USB 2.0. С этой стороны у нас разъем питания, microUSB, HDMI, сетевая карта и разъем под наушники. С этой стороны два USB и кнопочка питания. С этой стороны дырочка, в которой светит светодиод. Снизу идет отверстие для вентиляции. Вот такой он маленький, собран хорошо. Как видите, если сравнить с телефоном, вот такой мини ПК, который помещается на руке. Ну и давайте посмотрим, сколько он весит. А весит он у нас 243 грамма. Мне всегда хочется все раскрутить и посмотреть, поэтому давайте заглянем вовнутрь этого чудного ПК. Вот для того, чтобы забраться внутрь, нужно снять резиновые ножки и открутить винтики. Вот. Винтики мы открутили. Осторожно подцепляем крышечку. Вот. Снимаем крышку, видим плата. Вот. Она крепится тоже на нескольких шурупах. Вот. После того, как мы ее открутили, видим теперь внешнюю сторону платы. Видите, радиатор небольшой. Кстати, забегая вперед, скажу, что его достаточно. И ПК не сильно греется под нагрузкой. Вот так вот все это выглядит изнутри. Корпус, кстати, я считаю пластиковый. Там железяк, вот только пластина, которая отводит. Вот. Есть внутренности нашего ПК. Пару разъемов я не знаю для чего. Может кто-то подскажет. Вроде бы все аккуратненько, ничего лишнего я не нашел. Ну, давайте теперь посмотрим его в работе, как его можно подключить. Например, у меня вот есть старый такой монитор, у которого только есть VGA вход. Соответственно, только VGA кабель. Поэтому у самого мини-ПК есть HDMI выход. И в интернете также на Алиэкспресс можно купить вот такой переходник. То есть, с одной стороны VGA, а с другой HDMI. То есть, эту часть мы подсоединяем к поводу, который идет к монитору. А HDMI подключаем к самому мини-ПК. Сам переходник стоит недорого, несколько баксов. Смотрим. Все, изображение есть. Наш Windows экран красуется. То есть, можно оживить старый монитор ненужный, который у вас там пылится где-нибудь. Другой момент. Его можно подключить к плазменной панели, как я сделал. И он будет медиа-приставкой. То есть, можно смотреть видео и так далее. То есть, у него есть Bluetooth-передатчик, вернее приемник. К нему можно подключить беспроводную мышку и клавиатуру. И дистанционно управлять мини-ПК. 2К изображение, вернее 4К, спокойно показывает. Так что, можно его использовать как мощный медиа-проектный. Вот на этом примере я хочу показать загрузку процессора. То есть, 4К 60П спокойно проигрывает этот мини-ПК. И компьютер не сильно-то нагружен, так скажем. Другое применение это офисные программы. То есть, можно работать на нем, как на полноценном офисном ПК. То есть, открываются документы быстро. Сохраняется так же быстро. То есть, работать на нем комфортно. То есть, можно спокойно открывать, создавать документы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Также можно поработать в фотошопе. Что-то простенькое сделать. То есть, мощности хватит и на эти нужды. Продолжение следует... Продолжение следует... Это не игровое ПК, но в игрушки можно поиграть, которые были популярны 10 лет назад. Например, Биошок. Идет нормально. Разрешение Full HD. Игра Мафия тоже была когда-то популярна. Сейчас можно в нее спокойно поиграть. Частота кадров тоже большая. Разрешение Full HD. Все играется нормально. Хочу сказать, что такие игры, как Танчики, на этом мини-ПК неиграбельны. То есть, там очень маленький FPS. То есть, некомфортно играть на Full HD. Но на меньшем разрешении, я думаю, что можно поиграть. Это что касается Танчика. В сети есть даже целый список игр, которые идут на этих процессорах. Но на этих я имею ввиду, что на схожих процессорах. То есть, которые чуть помладше, которые чуть постарше. То есть, если есть желание, всегда можно найти игру, которая будет идти нормально на этом ПК. Ну вот, давайте посмотрим. Как видите, троттлинга нету после стресс-теста. И если посмотреть температуру, то температура небольшая. 45-44 градуса от корпуса идет. То есть, соответственно, больших перегревов нету. И тупить он не будет, так скажем. Ну а теперь несколько скриншотов для тех, кто любит циферки. Тут и загрузка процессора, и скорость Wi-Fi через две стенки. И стресс-тест. Дальше идут скорость памяти. Ну, в общем-то, конечно, техническими характеристиками этот ПК не блещет. Но, так скажем, в своей функции офисного и медиа-проигрывателя он вполне справится. Ну и напоследок, где купить и конкуренты. Стоит он 118 долларов на данный момент. Отнимите от этого кэшбэк 10% и получится 100 долларов. Замечательная цена за такой прекрасный аппарат, который будет и медиа-центром, и офисным компьютером. Есть также младшая версия, в которой 2 гигабайта оперативной памяти и 32 гигабайта встроенной. Он стоит 84 доллара. Из конкурентов Work V1 стоит он дороже, но тут более производительный процессор и больше всяких разъемов. Даже есть VGA, то есть не придется покупать переходник. Также можно туда поставить еще дополнительный жесткий диск и расширить тем самым память. Другой конкурент VGA VMAG, он отличается последним процессором. Память тут можно даже выбрать больше сразу иначально. То есть 4 гигабайта оперативной, выбрать от 64 до 500 гигабайт. То есть вот такие конкуренты. Ссылку я выложу под видео. Всем всего доброго, до свидания.